Здравствуйте! Меня зовут Максим Александров. Я главный архитектор проектов архитектурного бюро Сергея Скуратова. Сегодня мы будем изучать обмен данными между Архикадом и Райно в обоих направлениях. Немного о себе. Я окончил Российскую международную академию туризма по специальности архитектор в 2010 году. Мой послужной список можно посмотреть в информации к лекции. Хотелось немножко коснуться нескольких проектов, в которых я участвовал. Национальный конный парк «Русь» 2013 года. Федеральный тренировочный центр в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае 2015 год. Центр художественной гимнастики на территории Олимпийского комплекса «Лужники» 2017 год. Национальный конный парк «Русь» в деревне Орлова. Здесь вы можете видеть аэрофотосъемку с левой стороны этого парка. Несколько десятков объектов. Проектировалось, строилось. Я работал в составе строительной компании, которая была одним подрядчиком по всему этому парку. В принципе, за время моей работы на этом объекте спроектировал порядка семи объектов. Построено, реализовано было порядка пяти. Федеральный тренировочный центр в природном парке «Ергаки». Это центр тренировочный для зимних видов спорта для Олимпийской сборной. Включающий в себя, в принципе, все необходимые сооружения для функционирования. Такого автономного, скажем так, бассейн, медицинский центр, спорткомплекс, коттеджа. Я работал в составе коллектива, который подготавливал предпроект и проект для экспертизы. Здесь с левой стороны видно генплан территории и там пару планов, тройку планов. Центр художественной гимнастики на территории Олимпийского комплекса «Лужники». В этом проекте я был занят на кровле. Фактически всю кровлю вел я, как проектировщик, выдающий основные задания всем смежникам. Проверял полностью документацию рабочим от подрядчиков по кровле. Этот проект был спроектирован компанией TPO Pride. Компания TPO Pride – молодая активно развивающая компания, оказывающая полный комплекс проектных услуг. На данный момент имеют, кстати, более 60 высококорфессионных сотрудников. Сейчас мы коснемся нескольких проектов, которые выполнял TPO Pride, кроме ЦХГ. Благоустройство территории Олимпийского комплекса «Лужники» к чемпионатам мира по футболу. Благоустройство всей территории, огромное количество небольших объектов. Есть и среднего размера объекты. Очень ответственная и большая работа. Жилой комплекс «Селегер-Сити». Жилой комплекс «Петра Алексеева-12». Жилой комплекс «Вавилова-69». Сегодня мы будем рассматривать обмен данными. Для этого мы будем использовать программу «Архикат». В примере по ЦХГ – 21-й версии. В примере по малым архитектурным формам – 22-й версии. Райна – 5-й версии. Гросскопер для 5-й версии. И по малым архитектурным формам – райна 6-й версии. Гросскопер, соответственно, встроен в райна. Расширение, которое мы будем использовать. Гросскопер «Архикат-Лайк-Коннекшн». Это здесь как информационно. В данный момент доступен для «Архикат-22». В нашем проекте он принимал в ЦХГ. Он принимал только участие на самом начальном этапе. Далее мы как раз использовали другие два инструмента. Райна-Зерус «Импорт-Экспорт». В 20-й версии и выше он уже встроен в «Архикат». Ниже 20-й версии он был как отдельный модуль подключаемый. Райна-Зерус «БДЛ-Конвертер». В данный момент доступен только для райна 5-го. Для 6-го его пока еще нет. Немножко про ЦХГ. Как вы видите, достаточно большое количество мест на трибунах. В арене заложено 4000 максимально. В проекте принимали участие несколько компаний. ТПО «Прайд» занималась архитектурным проектированием, дизайн-проектом, благоустройством. «Метрополис» занимался инженерными коммуникациями и конструктивом. Рабочую документацию по инженерным коммуникациям выполняли «Казанские инженерные технологии», а по конструктиву «Казанский ГИБР» не «Авиакром», а «Авторский коллектив». Итак, вот наша схема взаимодействия как внутри проекта, так и с смежными дисциплинами. Здесь вы видите в самом центре Райна-Зерус. Это был в нашем проекте ЦГГ именно по кругу, основной инструмент, который, в принципе, выполнял роль выпускающего все исходные данные для всех дисциплин. Начиналась работа в Райна с получения исходных данных из архикада. Это делалось двумя путями. Одна часть передавалась через Live Connection. Через Live Connection передавались конкретно кривые формообразующие, которые были у нас изначально задуманы в архикаде. Через Рензерус Импорт Экспорт в формате 3DM передавалась геометрия, которая у нас, соответственно, примыкает к кровле, которая тоже являлась исходными данными для создания объема формы кровли. Соответственно, вся работа в Райна осуществлялась посредством использования инструмента Grasshopper, логинной для Рейна-Зеруса. Практически все модели создавались с использованием Grasshopper. Со смежниками, то есть это у нас компания Metropolis по конструкциям, несущим здание, и компания Eskom, которая проектировала покрытие и, соответственно, под конструкцию покрытия. С ними обмен производился в двух форматах – 3DM, нативный формат Рейна-Зеруса, и DWG, формат Автокада. В архикаде мы получали все данные через VDL-конвертер, который сохранял в нашей модели из Рейна-Зеруса формат библиотечного элемента архикада. Сейчас я вам продемонстрирую видеозапись процессов рабочих обмену данными между архикадом и Райном, Так как проект достаточно такой большой, сложный, то продемонстрировать это все вживую не представлялось возможным, поэтому мы сделали запись, достаточно так все ужали, для того, чтобы показать самую основную суть, что же конкретно происходило, как этот обмен производился. Итак, вот мы находимся сейчас в программе Архикад. Хотел бы здесь сейчас немножко поподробнее рассказать. Выбираем формат 3DL, для обмена данными между Рейна-Зерусом и Архикадом наиболее предпочтительный, то есть именно со стороны Архикада, потому что вся геометрия передается таким образом, что нет фактически никакого искажения. Вот мы видим ровно то, что было, так сказать, изначально сделано и в нативном формате принимающей программы. Здесь сейчас будут показаны настройки, я немножко о них расскажу, хотя у нас будет отдельно еще резюме по поводу настроек. Вот мы видим варианты настроек сохранения экспорта в Рейна. Поверхностная модель. В этом случае у нас вся геометрия, которая имеет разные покрытия в одной и той же модели, разбивается, взрывается, чтобы у нас поверхности с одним покрытием отделялись от поверхности с другим покрытием. В результате мы потом получаем сгруппированную модель, которая забрасываться будет как блок, но она не солидорская, не замкнутая. Другой вариант – твердотельная модель. В 21 Архикаде у нас информация о наложении покрытий теряется при этом, в 22 Архикаде сохраняется. То есть можно выбирать твердотельную модель и при этом сохранять информацию о наложении покрытий. Что касается деталей, то предпочтительнее всего при работе с Рейна использовать модель Берега. Мы находимся в окне Рейна. Для того, чтобы нам вставить модель, которая у нас была подготовлена в Архикаде, мы используем команду Insert. Она позволяет любые форматы, которые Рейна поддерживает, вставлять в виде блоков. В принципе, она может вставлять и не только в виде блоков, но конкретно для работы ЦХГ мы использовали блоки для того, чтобы предохранить от возможных изменений модель. Здесь сначала нужно выбрать, где находится сам файл геометрии, который мы хотим вставить. Хотя это может быть не только геометрия, это может быть и просто плоский ДВГ-чертеж. Здесь важно обратить внимание на то, что у нас указан блок, вот, instance, то есть это вся геометрия единым блоком вставляется. Если мы выберем групп или индивидуал обжиг, то, соответственно, мы будем иметь либо сгруппированные объекты, которые можно разгруппировать, либо, так сказать, отдельные объекты, которые вообще никак друг с другом не связаны. Галочку на точке вставки мы снимаем для того, чтобы наше начало координат было точно соответствовало архикадовскому. В этом месте мы выбираем линк, именно для того, чтобы геометрия, точнее файл этот был связан, но при этом он был внешним файлом, невносимым в сам файл ранее. Его легко потом выгрузить, так сказать, обновить. В блоке Layer Style выбираем референс для того, чтобы все слои из файла были единым, таким, так сказать, деревом, привязаны к этому файлу и не засоляли нам наш проект. Мы видим полученную геометрию. Она фактически соответствует тому, что было в архикаде. Сейчас мы произведем выгрузку из Grasshopper геометрии в модель Райна. Я специально решил показать именно процесс выгрузки, что называется запекание геометрии. Ну, просто для того, чтобы продемонстрировать, что наша геометрия действительно была смоделирована, с использованием алгоритмов в Grasshopper. Соответственно, каждый раз мы ее запекали в Райна. Fake команда. Вот мы видим нашу геометрию, которую мы создали. Мы этот процесс создания сейчас опускаем. Нас интересует именно обмен данными. Мы создали геометрию. Сейчас нам нужно ее экспортировать в архикад, используя GDL-конвертер. Здесь нужно обратить внимание на то, что мы экспортируем отдельные части кровли в отдельные GDL-объекты. Это сделано сознательно, потому что нам нужно было свободы настроек для комбинации слоев. Вот, что будет где показано. Настройка материалов наложения должны были быть индивидуальны для разных этих элементов. Поэтому мы вот так вот продумали такую, что у нас есть поверхность кровли, есть валик, вот то, что сейчас желтое, есть карниз, то, что между валиком и фасадом. И есть вот еще опора, которая, так сказать, является окончанием кровли у земли. Вот здесь вы видите сейчас настройки опций полигонального деления геометрии, так как наша геометрия является частями поверхности или, так сказать, полиповерхности, не сетчатая, не меж, то для ее сохранения в меж, а архикад у нас воспринимает только меж, мы, соответственно, должны произвести настройку как бы детализации, то есть насколько мелкие будут детали передаваться в межевой геометрии. В данном случае у нас весь валик, несмотря на то, что видно, что он такой, так сказать, как будто бы единый, он состоит из множества в данный момент элементов, потому что валик был взорван для того, чтобы отдельные поверхности стали отдельными элементами. Вот здесь мы видим даже в левом верхнем углу сколько там у нас количества полигонов, это вот как раз и оно. То есть для того, чтобы перенести геометрию из района в архикад, имеющую свои основы как полиповерхность, полисюрфейс, то лучше всего разбить, если особенно, так сказать, это множество отдельных сюрфейсов, лучше всего разбить, потому что тогда вот эти вот настройки, они будут относиться не ко всей форме, не ко всей геометрии, а только к отдельной, так сказать, поверхности. В данном случае, так как у нас поверхность, каждая отдельная из них, это фактически плоскость, то мы можем вообще чуть ли не на минимум поставить. Ну, мы оставляем средние настройки, потому что, в общем-то, они подойдут фактически для любой формы. Карниз. Точно так же на средних настройках его сохраняем. Поверхность кровли. И опоры. Опоры у нас имеют абсолютно простую форму, поэтому ее мы можем сохранять вообще на самых минимальных настройках. Возвращаемся в архикад. Здесь сейчас мы должны внести список наших библиотечных элементов в менеджер библиотек для того, чтобы разместить их в модели. Выбираем подгруженные наши модели. Библиотечные элементы, точнее. Да, вот тут нужно обратить внимание, как раз таки, да, вот, изменяется поворот. Это очень важно, потому что настройка предыдущая, использование длительного элемента, может быть такая, что у вас поворот использован. Это нужно обязательно здесь проконтролировать, чтобы поворот был ноль. Не было галочки в зеркальном отображении. А вот что касается проектного нуля, отметки, не нужно менять ничего. Потому что это основная, наверное, так сказать, особенность инструмента GDL-конвертера. Он сохраняет привязку к нулю. И, соответственно, в тот момент, когда вы размещаете в модели ваш библиотечный элемент, он сам размещает его, так сказать, ровно на той отметке, на которой нужно. Вот здесь, может быть, даже вообще любая другая отметка. Когда вы укажете на плане, где вам разместить ваш библиотечный элемент, он встанет ровно на ту отметку, на которой он может стоять. Можно настроить атрибуты. Вот мы разместили первую геометрию валик. Он сразу у нас появился в плане. Тут карниз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрим, как это получилось в 3D. Вот наша кровля, которая была смоделирована в гроскопе Иерально. И вот мы ее разместили в нашем проекте архикадовском. Для дальнейшей работы архитекторов над проектом. Надо сказать, что все исходные данные, которые выдавались из Райна, если они актуальны и действительно их нужно использовать для проектирования, выдавались сразу же в три направления. То есть это загружалось, так сказать, модель в архикад и отправлялись, так сказать, модели в ДВГ и в 3DM в направлении Метрополиса и ИСКОМ. Для того, чтобы они точно так же использовали в своем проектировании. Мы начинаем второй этап. Второй этап – это этап получения ответных геометрий от конструкторов. Конкретно конструкции металлические, несущие наши кровельные. Также мы используем команду insert. Мы получаем практически все модели от конструкторов в формате 3D-двг. Всего лишь один был у нас, один элемент, который мы получили в 3D. Все остальное мы в ДВГ получали. Фактически здесь те же самые настройки мы делаем, что мы делали, когда вносили геометрию из архикада. И вот размещаем эти самые элементы. Вот тут очень важно. Я немножко перерусь. Надо понимать, что при внесении именно ДВГ-шных элементов нужно обязательно указывать соответствие единицы измерения в райна и в том файле, который мы хотим, так сказать, нести. У нас в данный момент в райна метры единицы измерения. В принципе, весь проект был сделан, так сказать, работая с единицами измерения метра. А конструктора чаще всего работали в миллиметрах. Там, по-моему, был всего лишь один случай, когда метры были единицами измерения. Поэтому мы обязательно должны выбрать миллиметры для того, чтобы точно, скажем так, ставить геометрию и не изменить ее размер. Продолжим. Мы передали всю геометрию конструкторам. Они, используя эту геометрию как задание, как исходные данные, сделали свои проекты и передали нам модели. Эти модели мы должны проверить. Единственное, что в этой демонстрации процесс верифицирования мы опустили. Проверяли мы точно так же через Гроссхопер. Но суть такая. То есть мы, получая эти модели, мы должны их проверить на соответствие исходному, так сказать, заданию. Если все нормально, у нас, так сказать, нет никаких несоответствий, мы, соответственно, их вносим в нашу архитектурную модель и даем, так сказать, зеленый свет на продолжение, там уже, так сказать, проектирование рабочей документации и КМД. Это был второй этап, так сказать, заканчивается на том, что мы вносим геометрию в архикад КМовскую. Третий этап – это когда мы получаем точно так же модель от конструкторов по покрытию кровли, вот, мы получаем, фактически, ну, покрытие кровли. То есть у нас элементы панели покрытия передаются в виде 3D-м модели, и мы точно так же проверяем ее. Если все хорошо, то, соответственно, мы отправляем эту модель в архикад. Следующего рабочего проектирования в архикаде. Сейчас мы визуально, мы вместо, так сказать, инструментальной проверки средствами газхопера, сейчас чисто визуально сравним с нашей поверхностью исходной, ну, так, чтобы было понятно, что у нас там никакие элементы стального каркаса не торчат через наши, через поверхности кровли, которые были как исходка. Такой быстрый визуальный осмотр. Мы видим то, что топология самой поверхности, всех поверхностей фактически соответствует топологии геометрии этих конструкций. Логика единая. Теперь наша задача будет экспортировать все эти модели GDL-конвертером в формат GSM. Продолжим. Четвертым этапом является у нас выдача задания для декоративной облицовки. У нас валик и карниз фактически должны быть собраны из отдельных элементов кассет алюминиевых. Также у нас на свесе кровли, та часть, которая к земле подходит, должны быть кассеты, ну, по проекту сложные. Соответственно, вот эта облицовка точно так же входит в четвертый этап, то есть задача моя была, это создать раскладку вот этих вот кассет по нашей заданной поверхности, то есть у нас единая исходка поверхности, которую получили конструктора, и точно так же, так сказать, я вот как архитектор работал над раскладкой панелей декоративных этих всех. И четвертым этапом мы после согласования внутри себя, архитекторов, да, вот этих всех внешнего вида раскладки выдаем эти модели конструкторам, которые будут заниматься КМД этой облицовки. Ну и параллельно забрасываем эту геометрию в архикад для, соответственно, архитектурного проектирования. Вот сейчас мы видим процесс экспорта всех элементов в формат GSM. Экспорт всех элементов у нас построен по той же логике, по которой мы получили эти объекты, то есть у нас есть отдельные файлы, которые конструкторам были логически, так сказать, как бы обособлены друг от друга. Соответственно, мы сохранили эту же самую логику для того, чтобы нам потом не заниматься разработкой собственной логики. И, соответственно, каждый библиотечный элемент с конструкцией мы сохраняли по логике создания этих самых исходных моделей в формате DWG. То есть у нас есть файлы, список неких файлов, такой же список и GSM файлов библиотечных объектов. Сейчас процесс внесения в библиотеку этих всех библиотечных объектов для того, чтобы мы могли их разместить на плане. процесс размещения на плане этих объектов и настройка по отношению к тому, что мы делали для поверхности кровли, для модели кровли, в общем-то тоже ничем не отличается, кроме того, что нужно выделять отдельные какие-то слои для именно КМ. Ну, на самом деле здесь сейчас показан процесс внесения непосредственно в модель. Фактически у нас была немножко другая, другой немножко подход. Мы вносили это все в пустой файл, который, так сказать, имел ту же самую буквиографию этажей отметок, как и основной. А тот файл мы погружали модулем. Таким образом, мы немножко разгружали общую модель, потому что она у нас была достаточно загруженной по количеству объектов, которые у нас размещены. Очень, конечно, мощная вот эта вот возможность в библиотечном элементе выбирать между показом всей геометрии и усечением ее по конкретному этажу. Потому что это позволяет архитектору достаточно точно давать отображение вот этих элементов, которые он внес из программы Ryan у себя на плане, которые будут соответствовать конкретно этой планировочной отметке. Во второй версии у этого инструмента, а точнее там, так сказать, до своей версии, так как GDL-конвертера нет пока еще, может быть будет, я не знаю. В данный момент имеется возможность внесения 3D геометрии через модуль. И вот настройки вот этих вот библиотечных элементов, которые уже в модуле внесены, они немножко пошире. Вот мы тут видим внесенные уже вот конструкции, которые у нас сразу появились в плане. Усеченные вот. так вот этот библиотечный объект, который создается при внесении 3D файла как модуль в архикад, он чуть-чуть шире настройки имеет, чем вот в 21 архикаде. И возможности показа отображения геометрии в модели, они даже больше, чем здесь. Мы сейчас разместим все металлические конструкции и будем смотреть, как они у нас в 3D сочетаются со всем тем, что у нас уже было в архикаде сделано. Тут нужно тоже еще небольшое отвлечение. Значит, настройки данного, то есть каждого библиотечного элемента, они сохраняются в части отображения в плане разрезах, ну и короче все, что ниже. То есть там если у нас был какой-то ID внесен, материал через замену материала, к примеру, какой-то был применен, какие-то были атрибуты изменены, вот это все сохраняется, привязано к этому конкретному объекту в модели архикадовской. А часть же вот эти вот специальные параметры, она каждый раз, то есть при обновлении библиотечного элемента, она тоже заменяется. То есть это, с одной стороны, конечно, минус, но хорошо то, что мы можем эти объекты легко обновлять. Есть некоторое время ожидания, конечно. Все-таки геометрия металлическая сложнее значительно, чем поверхность кровли. Все разместилось, можно посмотреть в 3D. Сейчас включим подсекающие планы, плоскость. Вот мы видим на сечении, точнее в сечении, да, как у нас отображается геометрия всех металлических конструкций, как к ней, ну, выше нее идет на одинаковом расстоянии поверхность кровли. То есть здесь мы тоже так вот просто визуально смотрим, понимая, что проверка, конечно же, была инструментальная. Здесь сейчас мы только демонстрируем результаты уже вот готовых элементов. На самом деле вот эта вся конструкция, все эти модели, они очень помогали архитекторам, потому что имея их сразу у себя внутри модели архикада, намного проще создавать все, скажем так, детальные решения, чертежи во многих сложных местах, где не очень понятно, какая конструкция где проходит. То есть, несмотря на то, что мы это забрасывали не через философию BIN, так сказать, то есть мы не вносили AFC модель. По некоторым причинам это была значительно более сложная задача на данном объекте. Нам пришлось использовать вот конкретно инструмент VDL-конвертер именно для конструкций металлических. Допустим, вот здесь у нас есть сэндвич-панели серенькие, да, вот, и нам нужно было, соответственно, понимать четко, где проходят какие металлические конструкции для выдачи задания на вот эти самые ограждающие конструкции. Вот это все, конечно же, наличие этой модели, вот, оно очень помогало. Сейчас мы переходим к третьему этапу. Это получение поверхности также команды insert в райном. Получение поверхности покрытия кроме элементов и, соответственно, перенос этой геометрии также в архикад. Вот это вот и есть у нас панели покрытия промышленный фальц. Компания Everplug. Вот, они изготавливаются такими вот полосами от начала до конца, от конька каждой волны и до яндовой. Вот, единая такая, так сказать, панель, которая по индивидуальному шаблону прокатывается. Вот мы сейчас будем экспортировать. Посмотрим еще, как она у нас сочетается с конструкцией кровли. Это точно та же была проверка и на соответствие конструкциям, и на соответствие исходной поверхности, которую мы передавали для проектирования. Были кое-какие, так сказать, выявлены небольшие несоответствия, но с ними, так сказать, согласились в той части, что это была логика, скажем так, именно вот этого фальцевого, использования фальцевого покрытия. Вот. То есть здесь вот, вот там, где чуть побольше желтого, это у нас переходные панели, и вот все, что между ними, эти все панели соединяются фактически по прямой. То есть вот здесь вот, если положить линейку отсюда досюда, да, то это будет просто вот поперек, поперек фальца. Вот. То все фальцевые панели строго будут прилегать к этой линейке. Дальше следующий сегмент точно так же. Вот. То есть это ограничение конкретно использования этого материала покрытия. Но чисто внешне это видно не будет, потому что огромное количество у нас панелей, которые, как вот, полосочки эти все имеют. Вот. И, соответственно, мы не можем заметить то, что у нас какая-то часть такая спрямленная. Вот мы сейчас должны заменить элемент поверхность кровли. Вот мы заменили. Видите, когда мы библиотечный элемент в менеджер-библиотеке заменили, то у нас здесь на плане наш объект превратился в жирную точку. Это, наверное, какой-то есть небольшой минус, но это же и плюс. Вот это означает, что каждый раз при обновлении элемент теряет свой габаритный контейнер. Все, наверное, сталкивались с тем, что когда ты обновляешь, он может вогнать, соответственно, новую геометрию в габаритный контейнер, так сказать, в ведущей версии библиотечного элемента. Вот. И вот здесь получается, что теряя габаритный контейнер, он, соответственно, каждый раз при обновлении, вот он заново создает геометрию в плане. И не может произойти, так сказать, такой ситуации, когда у тебя геометрия будет деформирована под ведущий вариант библиотечного элемента. Сейчас мы вот, да, наблюдаем процесс обновления существующего уже объекта в архикаде от новой геометрии. Вот мы видим, соответственно, что в архикаде какая у нас геометрия, да, и что у нас в районе. Вот геометрия абсолютно идентично выглядит. Фактически она, если и имеет какие-то небольшие расхождения, то они очень небольшие и не критичны. Ну и так как у нас модели кровли в архикаде не использовались для непосредственно проектирования каких-либо реальных объектов этой самой кровли, то небольшие отличия именно вот в этих всех элементах по отношению к исходной модели, они совершенно не критичны. Сейчас мы будем демонстрировать четвертый этап, это передача уже готовых раскладок кассет по валику и по карнизу из Гросхопера в районную, ну в модель района и соответственно дальше в архикад. Вот наш алгоритм найти для этого дела. Вот мы видим виртуальное отображение геометрии с Гросхопера и можем ее запечь. Вот наша геометрия из Гросхопера перемещена в модель района. Вот. При этом здесь каждая кассета, она отдельным элементом создана. Сохраняем мы кассеты таким же образом, то есть в такой же логике, как и исходной поверхности. То есть у нас отдельный карниз идет, отдельный валик. Ну здесь мы можем настройки пониже поставить, потому что каждая панель у нас фактически является плоскостью. Сейчас мы уделяем валик. Экспортируем кассеты валика. GSM точно так же можем поставить пониже. И соответственно в архикаде мы выносим эти библиотечные элементы. Также по поводу настроек детализации сохранения GSM кнопочка превью очень информативно. Вот мы заменяем существующие модели элементы. Когда мы выставляем какой-либо уровень детализации и нажимаем кнопочку превью там, то мы соответственно можем видеть отличается ли геометрия. Вот. Фактически если мы не видим черных каких-то линий, то есть у нас все выделенное, оно желтенькое. Вот. Если мы не видим никаких черных линий рядом с желтенькими или где-то там в другом месте проходящими, значит геометрия отличаться не будет от того, что мы имели в районе перед экспортом. Находим наши элементы для того, чтобы их точно выбрать. И указываем им обновленную библиотеку. Вот сразу видим уже появилась геометрия. В плане. Смотрим результат. Вот наши все кассеты, которые были в районе, в данный момент уже находятся в архикаде и соответственно принимают участие в выпуске общей рабочей документации в архитектуре. Ну вот. Фактически на этом у нас заканчивается обзор этапов, которые мы проходили. При работе над этой кровлей цхг в районе и архикаде понятно, что там были какие-то этапы, которые проходились, возможно, и еще один раз при натыкании на какую-то техническую, не знаю, проблему, которая изначально не стояла. Сейчас подведем некоторое юзиме. Итак, если мы экспортируем, то, соответственно, что нам нужно делать? Выбираем формат файла 3D в архикаде. При необходимости перенести в районе данные по наложению покрытий, то есть если нам нужно, чтобы мы действительно имели, причем имели, так сказать, отделенные поверхности, нам нужно выбрать Surface Model, да, то есть у нас есть первый пунктик. Если же мы хотим, так сказать, использовать ссылочную модель для дальнейшей работы, обработки этой геометрии в Гороскопере, то лучше всего использовать Solid Model, так как с элементами замкнутыми, без отверстий Close Surface, вот, нам в Гороскопере будет намного удобнее работать. Для дальнейшего использования сохраненной модели при работе в Гороскопере непосредственно, то есть именно вот только для этого, да, нам нужно, конечно же, указать перед модел детали, то есть чтобы у нас не было никакой сетки, а только сугубо Solid элементы. Даже если, так сказать, это будет получаться достаточно такая сложная, что ли, так сказать, форма, и бре-панал, так сказать, модель, она больше занимает место на жестком диске. Значит, и для сохранения неизменной, вот, то есть чтобы мы геометрию как ссылочную видели, вот, мы, конечно, используем внесение в Райна через команду insert, то есть как блок, вот, или через WorkSession. В Райна есть, так сказать, такая функция как WorkSession, когда мы можем в один сеанс работы выносить сразу несколько райновских моделей. Есть свои нюансы. режимы экспорта в архикад из Райна. Формат файла GSM. При настройке детализации сетки в большинстве случаев средние значения вполне подходят. С ними стоит играться в том случае, если действительно у вас там либо перегруженная модель в архикаде, либо возможности компьютера, вот, ограниченные и архикад у вас притормаживает, да, и вам нужно, соответственно, стараться как-то немножко разгрузить геометрию, да, в таком случае стоит немножко, конечно, поиграть с этим бегунком. На самом деле здесь есть еще детальные настройки, вот, я их не рассматриваю, потому что это уже более, так сказать, тема расширенная. При переносе в архикад сложной геометрии, выполненной в поле Surface, то есть когда у нас объединены несколько отдельных поверхностей Surface, да, вот в единую модель. Если у нас этих поверхностей много, то в этом случае, лучше всего ее разбить, взорвать, вот, команда Explode, правильно, и вот уже выделенную всю эту геометрию экспортировать через GDL-конвертер, потому что тогда у нас вот эти настройки детализации будут относиться к каждой конкретно отдельной, отдельную маленькому элементику и, соответственно, качество передачи будет намного лучше. При необходимости перенести в архикад данные по наложению покрытий на модель, необходимо разделить элементы по используемым покрытиям и разместить их в разных слоях. Что это означает? Мы должны разделить все наши модели на отдельные части, на которые должны быть отдельное наложение какое-то, другое покрытие. И недостаточно просто их отделить друг от друга, чисто геометрически, да, нам нужно их еще и положить каждый в отдельный слой. Лучше всего слой назвать по названию либо покрытия будущего, так сказать, чтобы было лучше понятно, когда вы будете работать уже с этим биотечным элементом в архикаде, что это конкретно за часть, идентифицировать ее. Далее я покажу вам небольшую видеозапись процесса с малой архитектурной формой. То есть мы экспортируем из Райна небольшой объектик, как раз таки вот посмотрим, касаемо покрытий, и экспортируем из архикада в Райна точно так же, так сказать, небольшой объектик для, скажем так, дальнейшей работы. Вот мы видим наш смоделированный объект в Райна. Это такая некая скульптурная форма. Здесь уже заранее, так сказать, подготовлены модели с разными покрытиями. Они разнесены уже в разные слои для того, чтобы мы, соответственно, могли таким образом передать данные о отдельных покрытиях в общем биотечном элементе. То есть здесь они у нас хранятся в разных слоях. Здесь они у нас обособлены геометрически. В архикаде у нас будет единый GSM объект биотечный, и в нем внутри мы будем менять, сможем менять покрытие. Уделяем все и, соответственно, экспортируем. Команда export selected. Вот это. Убираем GSM формат. Сохраняем. Ну вот в данном конкретном случае можем оставить на средних значениях. Вот здесь, если нажмем превью, то мы поймем, что разницы в геометрии фактически нет. В архикаде создаем новый файл. Вот наш новый файл. Здесь теперь мы можем внести библиочный объект в менеджере и, соответственно, разместить его на плане. Ну вот что мы тут видим. Мы здесь видим сейчас настройки. То есть можем выбрать без подрезки. Потому что все-таки скульптуру мы хотели бы ее целиком видеть. Но если мы хотим какой-то объект видеть частями, да, так сказать, по каждому конкретному этажу, то можем здесь выбрать подрезку по этажам. Можно также включить, показывать на всех элевантных этажах. Для того, чтобы мы могли объект, который более одного этажа занимает, видеть также и выше. И, соответственно, после этого можем размещать уже объект в модели. Вот наш объект. При этом видно, что точка начала координат у нас является одним из ходспотов деличного элемента. Вот это, так сказать, очень, в принципе, важный и полезный момент именно в этом вот инструменте. То, что у нас вне зависимости, где будет располагаться сама геометрия, обязательно будет сохранен ходспот начала координат. Для того, чтобы, соответственно, совместить геометрию с нашим проектом абсолютно точно. Смотрим, стреляем. Ну, вот наш биотичный элемент. Пока без каких-либо покрытий. Сейчас дадим покрытие на отдельные элементы. Как вы видите, здесь можно точно также поменять и перья для разных элементов. Выбрать разные перья, что тоже очень полезно при рабочем проектировании. Вот мы видим наложение разных покрытий. При этом геометрическая форма самой скульптуры, она абсолютно идентична тому, что было правильно. Тоже немножко хотелось так вот дополнительную информацию дать о том, что данная конкретная форма ленты была создана в Гросскопере полностью. То есть там фактически никакой геометрии внешней не было использованы. Но по техническим причинам, ввиду того, что две версии, так сказать, района на машине стоит, не получилось продемонстрировать именно вот сам этот алгоритм. Вот мы сейчас скрыли один из объектов для того, чтобы проверить обновление элемента. Скрыли и заново сохраняем GSM. Отгрузим наш библиотечный элемент с заменой и выберем, соответственно, обновленную библиотеку. Вот уже мы в предпосмотре видим, что скрытый объект пропал. При этом вы также обратите внимание, что вот эта вот Custom Settings заменилась. То есть все новое, а все, что было ниже него, все сохраняется. Также наложение текстур покрытий тоже приходится, конечно же, при обновлении элемента заново производить. Но на самом деле, конечно, это не самая, так сказать, сложная задача, поэтому вполне это можно и сделать. Вот наш обновленный элемент. Пример мы закончили. Перейдем ко второму примеру. Для этого примера был выбран объект. Такая маленькая квартира для того, чтобы можно было посмотреть, как вот простая геометрия будет такая вот. Здесь текстуры, конечно, есть, хоть и такие, так сказать, скудненькие. Но тут как бы раскраска, да, покрытие имеется на всех элементах. И поэтому, соответственно, мы на простом таком объекте посмотрим, как работает экспорт Райна. Фактически это была реальная работа. Вот эти габаритные контейнеры, это будущие шкафы, которые проектировались как раз таки в Гросскопере. Фактически для этого и был создан вот эта вся геометрия. То есть сначала мы сохраняем в 3DM саму модель квартиры для того, чтобы это у нас была отдельная ссылочная модель. Вот. А потом отдельно сохраняем габаритные контейнеры этих самых шкафов. Вот. Сейчас скрываем габаритный контейнер шкафов. Вот. И сохраняем модель квартиры для дальнейшей работы над проектом шкафов в Райна. Что-то, конечно, можно было бы и, возможно, быстрее и проще сделать в Архикаде. Но было желание попробовать Гросскопер для этих конкретных целей. И к тому же это же вариативность некоторая. Ну и также, скажем так, вывод одновременно всех заданий для цеха, так сказать, мебельного. Итак, вот настройки мы здесь, так сказать, сейчас выберем те, которые для конкретно этого проекта будут оптимальными. Так как у нас модель квартиры не будет использоваться в Гросскопере, то мы можем все фейс-модуль выбрать. В деталях обязательно греб. Лично мое мнение, что вообще вот меж-модуль и гибрид-модуль вообще не стоит использовать. Лучше только берем. Так, теперь скрываем все кроме габаритных контейнеров шкафов будущих и их еще экспортируем. Их уже обязательно солидом, потому что работаем в Гросскопере над этими элементами, используем их в работе. Так, правильно мы сейчас создадим новый проект, новый файл. Командный insert. Ставим сюда сначала с личной модель квартиры, потом шкафов. Вот наша модель квартиры внесена. Практически все элементы здесь представляют собой солидовскую геометрию, что очень упрощает работу Урайна. Сейчас немножко нужно настроить угол обзора камеры по шире. Так, иначе не видно ничего. Ну вот наше помещение, где мы хотим разместить вот шкафы. Также сюда сейчас внесем геометрию исходную для шкафов, которую мы используем для моделирования гроскопии. Вот она у нас уже вставлена. Запустил гроскопер. Укажем ему наш блок, который мы хотим. То есть выделенный в данный момент блок габаритных контейнеров. Ну и по алгоритму у нас уже демонстрируется геометрия будущих шкафов. Это у нас фасады, боковые стенки, полки, какие-то конструктивные элементы каркаса. То есть фактически тут была такая идея, что меняя потом габаритный контейнер, архитектор может менять соответственно и всю модель по самим шкафам. На выходе у нас меняются чертежи элементов, размеры их, так сказать, которые передаются через Excel. Ну вот сейчас мы внесем геометрию в Райна и посмотрим ее так уже как реальную, а не виртуальную геометрию. Вот мы видим здесь отдельно у нас элементики по фасадам, по полочкам. Вскроем пока. Вот здесь у нас даже конструктивные все элементы, несущие, скажем так, нашего каркаса. Ну вот. Вот такой вот у нас получился сегодня урок. Что хотелось бы сказать в окончании, подвести итог. Как я себе вижу, вот эти вот инструменты для обмена данными между Архикадом и Райном, Райна импорт-экспорт из Архикада и Райна ГДЛ-конвертор из Райна. Это инструменты, которые пригодятся в очень большом количестве, так сказать, разных проектов. То есть это не только какая-то сложная форма, которую очень сложно смоделировать в Архикаде, а тем более спроектировать. Это могут быть и, кроме того, что мы здесь посмотрели, что это простая форма, мы понимаем, что также это может быть работа какая-то по анализу проекта, когда мы можем геометрию из Архикада перенести в Райна для того, чтобы просто произвести именно анализ, какой-то инструментальный, так сказать, анализ, там, иной. Когда мы не имеем инструмента работы с геометрией из других программ, так же легко, как вот через нативные форматы этих самых программ. То есть если мы будем использовать 3D Max или формат 3DS для переноса данных, нам будет чрезвычайно сложно работать с такой геометрией. Допустим, вот на примере ЦХГ нам очень сложно было бы передавать в таком виде задания конструкторам, потому что конструктора потом бы все равно потратили бы время на перевод этой геометрии и создание вот этих самых, так сказать, математических поверхностей. Если же мы, допустим, передаем из Архикада в Райна тоже через 3DS 3D данные, то, соответственно, работать в Гросскопе тоже будет очень сложно с такой геометрией. Поэтому я считаю, что если вы хотите использовать Райна, то вам эти инструменты будут очень нужны. На этом мы заканчиваем, так сказать, самую лекцию. Прошу задавать вопросы, у кого какие есть.